Анализируя возможные политические амбиции Меган Маркл, эксперт по управлению брендом и репутацией Эрик Шифер считает, что ее шансы стать влиятельным политическим деятелем абсолютно высокие, поскольку она отлично знает, чего хотят избиратели Калифорнии, что их заботит. Меган Маркл после своего возвращения в США никогда публично не озвучивала своего желания баллотироваться на какой-либо политический пост. Тем не менее ее активность и решение провести кампанию по определенным вопросам. Были восприняты королевскими наблюдателями и комментаторами как возможный интерес герцогини Сасекской к погружению в политику. Калифорнийский эксперт по управлению брендом и репутацией Эрик Шифер считает, что если Меган решит выйти на политическую арену. Ее ждет успех, поскольку она отстаивает вопросы, волнующие многих местных избирателей. Ее триумф будет независим от ее королевского титула, добавил эксперт, поскольку многие избиратели больше сосредоточены на решении волнующих их вопросов, чем на человеке, который баллотируется. В интервью изданию Daily Express Эрик Шифер сказал, в конце концов, люди практичны, когда дело доходит до политики, и Меган знает это. Она знает, что титул не помешает ей выиграть в политической гонке, поскольку она собирается заниматься проблемами, решения которых хотят избиратели. Поэтому ее успех в политике не будет зависеть от ее титула или славы. В подтверждение своих слов Эрик Шифер процитировал Типа О'Нилла, бывшего спикера Палаты представителей США. Тип О'Нилл сказал много лет назад, что вся политика является местной, так что в предвыборной гонке принципиально важно ли что. Соответствуете ли вы тому, что важно для людей, и верят ли они, что вы будете великим лоббистом в тех вопросах, которые их волнуют? В пример Эрик Шифер привел столь нелюбимого Меган экс-президента США Дональда Трампа. Мы видели это с Дональдом Трампом. Многим людям, которые были сторонниками Трампа, не нравилось, как он действовал, не нравился он сам, но им нравилось, какой неудержимой силой он был, когда отстаивал вопросы, имеющие для них значение. Меган проявила интерес к политике во время учебы, она окончила престижный Северо-Западный университет в Иллинойсе, получив степень бакалавра сразу по двум направлениям. В области театра и международных отношений. Во время учебы в университете она прошла стажировку в посольстве США в Буэнос-Айресе. В конце концов она выбрала актерскую карьеру, но осталась активным участником кампании по вопросам близким ее сердцу, включая расовое и гендерное равенство и преодоление бедности. До прихода в королевскую семью в 2018 году она была послом World Vision. Выступала в ООН по вопросу гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также была послом организации One Young World. Переехав в США, она уже успела принять участие в предвыборной кампании 2020 года, записав видео для Time 100, в ходе которого, не поддержав прямо ни одного из кандидатов в президенты США, назвала предстоящее голосование самыми важными выборами в нашей жизни. В октябре нынешнего года она поддержала кампанию «Оплачиваемый отпуск для всех», написав письмо, адресованное лидеру большинства в Сенате США Чаку Шумеру и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. В глубоко личном открытом письме, на фирменном бланке Офиса Герцога и Герцогини Сасекских и за подписью «Меган, Герцогини Сасекская». Она обратилась к американским политикам с требованием поддержать законопроект о всеобщем декретном отпуске. А затем сделала ряд холодных звонков сенаторам США с аналогичной просьбой, также представляясь Меган, Герцогини Сасекская. Герцогини Сасекская, став членом королевской семьи, увы, так и не смогла усвоить королевского уважения к помощникам. Для нее это была прислуга, которой ранее Меган никогда не имела, но вероятно считала, что это люди, готовые безропотно вставать перед ней на одной колено в режиме 24-7. Прислать электронное письмо подчиненному в 5 утра и требовать от него немедленного ответа для Меган было в порядке вещей. «Я тут ни с кем не должна нянчиться», заявляла она в ответ на пожелания старших членов королевской семьи быть повежливей со своей командой. Сейчас уже никого не удивишь рассказом о том, что Меган гоняла вертолетчика за фастфудом. А ее помощница Мелисса Тубати уволилась после того, как Меган устроила ей скандал из-за вышивки на одеялах, заказанных герцогини. Вышивка оказалась не того красного оттенка. Особенно памятен публике первый королевский тур Сасексов в Австралию и Океанию. Там Меган не только умудрилась нагрубить генерал-губернатору и его супруге, требуя, чтобы ей было предоставлено не просто одно крыло во дворце генерал-губернатора, а весь дворец. Досталось и прислуги. Меган не понравился поданный ей чай. Чашка с кипятком полетела в горничную. Замять дело удалось за крупную сумму. Горничной за физический и моральный ущерб, а главное за молчание заплатили 250 тысяч австралийских долларов. Перечислять можно долго, ведь и на британской земле Меган с большим удовольствием пользовалась своей властью над сотрудниками, унижая их, доводя до слез, нервных срывов и увольнений. Порой она сознательно выбирала себе жертву, которую постоянно держала в тревоге и напряжении, изводя своими придирками. Разгуляться ей было где? В среднем у Сасексов с 2017 по 2020 год было от 15 до 25 сотрудников. Первым забил тревогу Джейсон Кнауф, помощник Сасексов по связям с общественностью. В октябре 2018 года он отправил Саймону Кейсу, личному секретарю принца Уильяма электронное письмо, в котором выразил обеспокоенность поведением Меган и попытался получить защиту для сотрудников, которые, по его мнению, были мишенью для издевательств герцогини. Ситуацию тогда замяли. Принц Гарри звонил брату, принцу Уильяму и умолял его не давать делу ход. Но ход делу все же был дан, когда стало известно, что Сасексы намерены дать откровенное интервью Опре Уинфри. Возможно, это была лишь угроза БКС, которая, по мнению королевского семейства, заставила бы Гарри и Меган отказаться от участия в шоу Опры. Остается лишь гадать. Но факт есть факт. В марте помощники дворца объявили, что они начинают внутреннее расследование утверждений о том, что поведение Меган вынудило двух личных помощников уволиться и подорвало доверие к третьему. Меган Маркл по традиции все отрицала и отрицает, заявляя, что таким образом фирма решила дискредитировать ее. Королевская семья предусмотрительно наняла для расследования претензий независимую юридическую фирму, услуги которой намерена оплатить из своего кармана. Но вокруг всего расследования по приказу сверхосторожного личного секретаря королевы сэра Эдварда Янга воздвигнута такая стена молчания, что все это время было непонятно идет ли оно вообще. Тем не менее изданию Daily Mail удалось выяснить, что работа все же ведется и уже тщательно опрошены четыре сотрудника. Трое из них – экс-помощники герцогини Сасекской, четвертый – тот самый личный секретарь принца Уильяма Саймон Кейс, ныне перешедший на другую должность. Ребекка Инглиш, королевский репортер Daily Mail, описывая ситуацию, выразила озабоченность тем, что расследование явно затягивается, и считает, что его могут замести под ковер и спустить на тормозах. Уж не из-за страха ли перед Меган Маркл. Саркастически предположила Ребекка. Однако часть проблемы заключается в том, что дворцу никогда раньше не приходилось иметь дело с официальной жалобой на издевательство члена королевской семьи фактически работодателя над своим сотрудником. Поэтому нет ни прецедента, ни алгоритма, по которому можно было бы действовать. Кроме того, источник во дворце заявил Daily Mail. В этом расследовании дворец попал между молотом и наковальней. Есть серьезная претензия, почему в то время, когда сотрудники начали жаловаться на герцогиню, фирма предпочла не выносить ссор из избы и не стала устраивать разбирательство. Но не следует думать, что оно будет замятое на сей раз. Не стоит делать далеко идущие выводы из того, что пока опрошена лишь горстка людей. Это далеко не финал. Букингемский дворец отказался комментировать какой-либо аспект расследования. Несколько дней назад герцогиня Сасекская с огромной радостью заявила всему миру о том, что ей удалось выиграть судебный процесс по поводу публикации ее частного письма к отцу в СМИ в апелляционном суде. Я не буду расписывать подробно все перипетии судебного процесса, поскольку многие их знают наизусть. Сейчас, если издание Mail on Sunday не подаст еще одну апелляцию, на сей раз в Верховный суд Соединенного Королевства, то дело вновь вернется к судье Высокого суда Лондона Джастина Уорби, который должен будет определить размер компенсации, которую издание, публиковавшее отрывки из письма герцогини, должны будут заплатить ей за причиненный моральный ущерб. Отдельной строкой будет определяться сумма компенсации судебных расходов, в том числе оплата адвокатов. Сама герцогиня Сасекская считает, что размер компенсации за моральный ущерб должен равняться тем суммам, которые СМИ заработали на публикации ее письма. Как это можно подсчитать, история умалчивает. Хотя как старый газетный волк, я вам скажу, что даже в рамках одного и того же выпуска газеты, стоимость полосы и прибыли от нее может быть разной, как и стоимость ее выпуска в печать. На сегодня по итогам судебного решения от февраля нынешнего года СМИ уже выплатили Меган Маркл порядка 450 тысяч фунтов стерлингов. Однако сейчас, когда прошла горячка победы и поражения, СМИ внимательнее присмотрелись к тем документам, которые были предоставлены в суд свидетелям защиты, экс-помощникам герцогини Сасекской по связям с общественностью Джейсоном Кналфом. В одном из них, касающемся подготовки книги Амида Скоби и Кэролайн Дюран Гарри и Меган, обретение свободы обнаружился любопытный факт. Дело в том, что в одном из электронных писем, в которых Меган инструктировала Джейсона, какую именно информацию нужно передать авторам книги, она указала, что когда ее родители, Томас Маркл и Дория Рагланд разошлись и разъехались, официально развелись они позже, ей было два года, ее сестре Саманте 15 лет, брату Томасу 17. Но позвольте. Получается, что разница в возрасте между сестрами 13 лет. Саманте, родившейся в 1964 году, на данный момент 57. Если следовать информации из электронного письма, подлинность которого герцогиня не оспаривала, и которая была признана судом в качестве официального доказательства, Меган Маркл сейчас 57-13 равно 44. 44 года. А никак не сорок, та круглая дата, которую герцогиня Сасекская с помпой отпраздновала 4 августа нынешнего года. Как герцогиня будет выкручиваться на сей раз, пока неизвестно.